Воистину вся хвала принадлежит Аллаху, которого мы восхваляем, просим у Него о помощи и просим прощения. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от скверны наших дел. Кого Аллах поведет правильным путем, того никто не собьет, а кого Он собьет с правильного пути, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. А затем, поистине самой правдивой речью является книга Аллаха. Самым лучшим руководством является руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Самыми худшими деяниями являются нововведения. Каждое нововведение – это бидоа. Каждое бидоа – это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. О рабы Аллаха! По Своей мудрости Аллах установил, чтобы род человеческий был сотворен из пары, из мужчины и женщины. И он создал пару, мужчиной и женщиной. И сделал так, чтобы этот род продолжался от них обоих. И установил в них обоих влечения друг к другу. И дозволил брак для удовлетворения этого влечения. Род продолжается посредством брака. Если бы не это, то мужчину не влекло бы к женщине, и не образовался бы этот человеческий род. Всевышний Аллах хочет, чтобы у Его рабов были наслаждения, которые бы они получали в этом мире. К ним относится и удовлетворение желания посредством брака. Но Он, Свят Он и Велик, не хочет распутства и разврата. Он не хочет, чтобы посягали на честь. Он не хочет позора. Он не хочет, чтобы дети рождались от греха, не желает беспутства. Он не спасал шариат, чтобы сохранить религию, разум, честь, жизнь и имущество. Он установил некоторые законы для сохранения чести и защиты человека от пороков. В том числе Он, Свят Он и Велик, узаконил для своих рабов Никах, для того, чтобы этот человеческий род продолжался. И потому что в Никахе есть великие блага, обеспечением слабой и нуждающейся женщины занимается сильный и способный зарабатывать мужчина. И у них рождаются дети, которые радуют их. И так человеческий род продолжается до самого судного часа. Таким путем образуется родство, сохраняемое поддержкой родственных уз, и брачное родство. Как сказал Аллах, Он тот, кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и свойственниками. Брачное родство сохраняется посредством Никаха. Посредством него образуется брачное родство и брачный союз. Всевышний Аллах сказал «И сочетайте тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь». Пророк мир ему и благословения сказал «О юноши, кто из вас может жениться, пусть женится». Шариат пришел с облегчением путей для Никаха в оплате брачного дара. Даже сам процесс сочетания Никахом совсем несложный. Всего лишь нужны слова согласия от опекуна невесты, слова принятия от жениха и присутствие двух свидетелей этих великих слов и сурового завета, как Аллах назвал его. И конец делу. Любую сложность, возникающую в процессе Никаха, шариат велел устранять. И возникает она только по причине упущения людей и их ослушаний. С другой стороны, Аллах запретил прелюбодеяние и все, что ведет к нему. Поэтому Он сказал «И не приближайтесь к прелюбодеянию». Он не сказал «Не прелюбодействуйте», а сказал «Не приближайтесь к прелюбодеянию». А приближением к разврату является все, что в итоге ведет к нему. Аллах запретил разврат и сделал для него наказание в этой жизни, а также мучения в барзахе и в Ахирате. Наказанием в этой жизни является порка плетьми того, кто не состоял в браке, как сказано в Уране. Прелюбодейку и прелюбодея. Каждого из них высеките сто раз. И забивание камнями того, кто был в браке, как пришло в книге Аллаха и потом стало сунной. И тех, кто был в браке из числа мужчин и женщин, если они совершили прелюбодеяние, то забейте их камнями в наказание от Аллаха. Также забивал камнями и пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Далее, чтобы сохранить это постановление, шариат запретил все, что приводит к прелюбодеяние, то есть распутство. И каковы же шариатские меры, которые пришли для сохранения чести и встали против вызывающего поведения, распутства, распространения незаконно рожденных детей, венерических заболеваний, пороков, срама и других видов нечестия. Шариат запретил уединение. Когда бы мужчина не уединялся с посторонней женщиной, третьим с ними обязательно будет шайтан. Если посторонние друг другу мужчина и женщина уединятся, третьим с ними обязательно будет шайтан. Почему же запрещено уединение? Потому что оно ведет к прелюбодеянию. Также, какая бы женщина не вышла, умастившись благовониями, она словно совершит прелюбодеяние, потому что это считается одним из видов прелюбодеяния. Как пришло в хадисе, и глаза прелюбодействуют, и руки, и ноги, а половые органы подтверждают это или отклоняют. Этот запрет душиться – еще одна мера предотвращения прелюбодеяния, потому что приятный запах тоже притягивает. Также запрещено прикасаться к посторонней женщине. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, как пришло в Сахихе Аль-Бухари, «Клянусь Аллахом, никогда рука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не касалась руки посторонней женщины». И он принимал их присягу устно. Несмотря на то, что при присяге важно взять за руку, его благословенная рука не прикасалась к руке женщин. Он сказал, «Для вас было бы лучше, если бы в вашу голову воткнули кол, большой, острый, железный кол, чем прикоснуться к женщине, которое вам не дозволено». Также шариат сделал желателем для женщины находиться дома. Аят «Оставайтесь в своих домах». Выходить только по нужде. Как сказал Пророк, «Позволено вам выходить по вашим нуждам». Но она не должна ходить, где попало. Много и часто. Также запрещено наряжаться на выход. Всевышний Аллах сказал, «Не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества». Также Аллах причисто, Он сказал, «И пусть не показывает своей красы никому, кроме своих мужей». И также Он упомянул ее близких родственников, махрамов. Также Он, Свят Он и Велик, сказал, «И пусть они прикрывают своими покрывалами вырез на груди». И еще сказал, «Пусть они опускают на себя свои покрывала». И под опусканием, как известно, имеется в виду покрытие сверху донизу. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Женщина – это аурат, и когда она выходит из дома, к ней устремляется шайтан». Это достоверный хадис, который приводится у Ахмада. И нет никаких исключений. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, что шайтан направляет взгляд мужчин на женщину, когда она выходит. Поэтому Он повелел ей носить хиджаб. Также Всевышний сказал, «И пусть они не стучат ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают, наподобие браслетов на ногах и им подобных вещей». Также Он сказал, «Не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом». Имеется в виду, что не делать кокетливый и нежный голос, разговаривая с посторонним мужчиной. «И не проявляйте нежности в речах». Нет разницы, по телефону это или как еще. Также Всевышний Аллах сказал, «Если вы просите у них какую-либо утварь, то просите у них из-за завесы». Мужчина не должен разговаривать с ней без завесы. Все знают, что когда говорят «из-за завесы», «из-за», это значит «из-за», то из-за веса хиджаб должна разделять их. И еще, «Поистине Пророк да благословит его, Аллах приветствует, запретил смешивание мужчин с посторонними женщинами и поставил женщин в рядах за мужчинами в самом почтенном виде поклонений, в намазе, и в самых почтенных местах на земле, в мечетях. И это при том, что молитва в мечети – это не самое благоприятное место для похоти и страстей, но при этом он все равно поставил женщин отдельно от мужчин. Женщина не должна молиться рядом с посторонним мужчиной. Также он сказал, что самые худшие ряды в мечети для мужчин – это последние, а самые худшие для женщин – это первые, для того, чтобы отдалить их друг от друга. Также он да благословит его, Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам, указывая на дверь, было бы неплохо сделать ее для женщин. После этого Румар до самой смерти не заходил в мечеть через эту дверь. Как он сам рассказал, чтобы у женщин в мечети была отдельная дверь, и чтобы они не заходили в мечеть вместе с мужчинами. Пророк, мир ему и благословение, сказал женщинам, «Не подобает вам ходить посреди дороги, то есть по центру ее. Вам надлежит ходить по краям ее». Все это во избежание фитнеса, искушений и разжигания страстей, потому что разжигание страсти – это то, что ведет к распутству, посягательству на честь, незаконно рожденным детям, генерическим заболеваниям, порокам и тому подобному. Всевышний Аллах сказал, «Аллах желает вашего покаяния после всех этих мер. Аллах желает вашего покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает для вас облегчения, ведь человек создан слабым». Шариат открыл все пути, ведущие к никаху, и закрыл все пути, ведущие к запретному. А следующие своим страстям закрывают пути, ведущие к никаху, и усложняют бракосочетание. Ставят какие-то условия в возрасте женщины, делают самые разные вещи, пока положение не доходит до того, что всемирными постановлениями узакониваются отклонения и браки между двумя мужчинами или двумя женщинами, другие примеры объявления свободных отношений между полами и другие подобные виды грехов. А Аллах хочет принять ваше покаяние. Он сказал, «Ведь человек создан слабым перед этими страстями». Поэтому пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я не оставил для своей умной фитны большие, чем женщины», как приводится у Аль-Бухарии и Муслима. Он предостерег нас от искушений подобного рода. Все это для того, чтобы общество оставалось чистым, благим и неоскверненным. Так же он сказал относительно мер по предотвращению разврата. Предостерегаю вас от того, чтобы вы входили к женщинам. Для чего же мужчинам запрещено входить к посторонним для них женщинам? Существуют определенные лица, которые вроде бы и близки с одной стороны, но с другой стороны посторонние. Брат мужа, например. Сподвижники спросили, «О посланник Аллаха, что ты скажешь о девере? Что насчет девере?» Он сказал, «Деверь — это смерть». То есть он запретил такому человеку входить и запретил уединение между этими людьми. Одни сказали, что он смерть, потому что если такой человек совершит прелюбодеяние, его забьют камнями до смерти. Другие сказали, что слово «смерть» было использовано для того, чтобы предостеречь от такого. Их уединение сравнили со смертью, которую люди ненавидят. Так же Аллах повелел потуплять взоры. «Скажи верующим, чтобы они опускали свои взоры». То же самое касается и женщин, потому что женщины тоже могут быть искушены со стороны мужчины. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры». Шаряд универсален. Он не говорит ей «Открой лицо или обнажись», а ему «Опусти взгляд». А вместо этого говорит «И ты опусти взор, и ты». И если спросят «Отчего же его опустить?» Вот ответ. «От открытой двери», «От хиджаба», «От упавшего покрывала», «От благовоний, исходящих от женщин», «От грешных женщин» и так далее. Поистине, хиджаб свободной женщины отличается от хиджабы рабыни. Свободная женщина полностью является ауратом, а хиджаб рабыни отличается от хиджабы свободной. Поэтому Аллах сказал, «Так их легче будут узнавать и не подвергнут их оскорблениям. Так женщину легче узнать, что она свободная, ее не оскорбят». Раньше всякие нечестивцы часто смотрели на рабынь, и хиджаб женщины стал предельно ясной вещью. «О рабы Аллаха! Шариат мудрый, шариат совершенный, шариат охватывает все стороны жизни, и тот, кто поразмыслит над ним, поймет это. Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он наделил нас целомудрым и скромностью, и чтобы удержал нас от искушений и смут, как явных, так и скрытых. Воистину, Он слышащий, отвечающий на мольбы. Я говорю это и прошу у Аллаха прощения для себя и для вас. Просите у Него прощения. Воистину, Он прощающий и милосердный. Хвала Аллаху! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Него, живого и поддерживающего жизнь. Также я свидетельствую, что Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, посланный как милость, вестник, увещеватель и озаряющий светоч. Да благословит Аллах и приветствует Его, а также Его род и всех сподвижников. И да будет доволен Он Его сподвижниками и благословенными халифами, Его жеными и всеми, кто последовал за ними с искренностью вплоть до судного дня. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника, нашего имама, вождя, господина и любимца Мухаммада ибн Абдиллях, а также его род и всех сподвижников. О, раба Аллаха! В шариате прописано, что надо просить разрешения заходить в дом. И никому не разрешено входить в дом без разрешения. Пророк, мир ему и благословение, сказал, просьба о разрешении была введена из-за взгляда, чтобы он не падал туда, куда нельзя. Шариат пришел с запретом для женщины выходить в путь без махрама. В хадисе сказано, женщина не должна отправляться в путь без махрама. И когда пришел один мужчина и сказал, «О посланник Аллаха, меня записали в один из походов, а моя жена вышла совершить хадж». Он ответил, «Иди и соверши хадж со своей женой». Он вернул его из джихада, чтобы тот совершил паломничество со своей женой, в то время как жена вышла совершить поклонение, хадж, естественно, сопровождением. Они всегда выходили в хадж группами и караванами. Шариат хочет защитить женщину. Женщина слаба, и он хочет защитить ее, хочет сохранить ее. Так мы видим совершенство шариата. Он говорит всем, повелевая бояться Аллаха. Бойтесь Аллаха. И также он велит беречь аурат. Береги свой аурат. Когда пророка спросили, «О посланник Аллаха, а если я один?» Он ответил, «Аллах более достоин того, чтобы его стеснялись». Первым заговором против человечества было украшение для Адама и Хавуи плодов запретного дерева. И когда они поели их, им открылась их нагота. И они начали делать себе одежду из листьев райских деревьев. Аллах Велик, Он и славен, предостерег нас от раскрытия своей наготы. «О сыны Адама, не позволяйте шайтану совратить вас, подобно тому, как Он вывел из рая ваших родителей». Он сорвал с них одежды. И это был заговор по снятию с них одежд. О Раба Аллаха, если человек будет размышлять относительно этих постановлений, ему откроется то, с чем пришел шариат, и то, на чем находятся другие религии и общины. Обнаженность, разврат, беспутство, обесценивание чести в народе, открытые половые связи, распространение мерзостей, развратных фильмов, роликов и картинок, торговля, называемая у них белым рабством, распространение порочности, так, что браки стали малочисленными и увеличилось количество прелюбодьяния. И из-за этой проблемы человечеству угрожает великая опасность. Аллах же хочет принять ваше покаяние. Аллах хочет очистить вас. Эти постановления общие для всех. Если кем-то овладеет сомнение, может быть, хиджаб касался только матерей верующих, то мы ответим, хорошо, но ведь матери верующих являются примером для остальных женщин. Матери верующих, то есть жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были самыми далекими от запретного женщинами. И если им это было велено, то что же тогда говорить о тех, кто ниже их? Далее, Аллах знал, что у людей могут появиться сомнения, и дал ответ в этом же аяте. Послушай, о мусульманин, «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывалы». Обрати внимание на эти слова «и женщинам верующих мужчин». На что они указывают? На то, что хиджаб относится только к женам пророка, мир ему и благословения? Ведь ясно же, что тут обобщенность твоим женам и твоим дочерям, потому что ты пример. И они тоже пример. Поэтому с них Аллах и начал. Но постановление относится не только к ним и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали юднина, покрывали. Что такое покрывало, джильбаб, это известно. Опускание, идна, бывает сверху донизу, как известно в арабском языке. И на этом стоят все ученые четырех мазхабов. Общие слова факиха в четырех мазхабах указывают на то, что молодой девушке не разрешается открывать лицо, потому что в нем искушение. Не следует показывать красоту женского лица, глаза, щеки, губы и тому подобное. Потом Аллах говорит, и пусть они не выставляют на показ своих прекрас, ни природных, ни добавленных. Ни эту красоту, ни макияж, ни украшения. Макияж и украшения пример добавленной красоты. Если кто-то скажет, что значит, пусть не выставляют на показ своих прекрас, кроме тех, которые видны, и это приводится в аяте два раза. Пусть не показывают свои красы никому, кроме своих мужей и мужчин-махрамов. и пусть не выставляют на показ своих прекрас, кроме тех, которые видны. Известно, что слово «видно» означает, что это видно само по себе, без каких-либо действий с ее стороны. Потому что Аллах не сказал, кроме тех, которые они выявили или раскрыли, но кроме тех, которые видны, то есть аромат, который от них исходит, платок, который упал, как это может случиться. Одна женщина во времена Джагилии, одна из жен арабских царей, когда с ее лица упала покрывало в Джагилии еще до ислама. Аль-Наби рассказал, объясняя поведение женщины и ее естественную стеснительность. Упала ее покрывало, хотя сама она не хотела снимать его. Она подняла его и прикрылась от нас своей рукой. Это естественная стеснительность у женщины. Итак, слова, кроме тех, которые видны, некоторые из муфасиров, толкователи Кур'ана, растолковали, как ее верхнюю одежду. Женщина не может надеть шапку-невидимку. Значит, имеется в виду поверхность ее абай. Что касается аромата, который от нее исходит, то тут имеется в виду тот, который источается без ее воли и намерения. Далее, те женщины, которые сегодня ходят с открытыми лицами. Разве они не наносят макияж? Нет. В большинстве случаев они накрашены. Кто сейчас выходит на улицу без макияжа? Показывать посторонним макияж запретили все ученые единогласно. Как говорится в аяте, пусть они не показывают своих красот. Итак, о раба Аллаха, этот совершенный шариат повелевает покрываться и потуплять взор. И потуплять взор. Далее, сфатовство это взгляд сфатающегося на лицо женщины. А если оно выставлено на показ на всех улицах и дорогах, зачем тогда ему идти к ней домой, чтобы посмотреть на нее? И среди фахихов известно, что поверхность стоп женщины должна быть прикрыта. И если спросят, что вызывает большее искушение? Стопы женщины или ее лицо? Какая же из женщин скажет, что ее ступня красивее, чем ее лицо? Так разве шариат, который запретил женщине показывать свои ступни, позволит после этого показывать то, что красивее и больше вызывает фитну? Также пророк меры ему и благословения запретил одной женщине описывать своему мужу другую женщину. И неужели, запретив даже описание женщины, он позволил ей открываться, чтобы все смогли увидеть ее сами? Так этот великий и мудрый шариат пришел со всеми этими мерами для предотвращения вульгарности и мерзостей. Если следовать всем этим постановлениям полностью, то не будет никаких проблем, кроме, возможно, легких и небольших, которые тоже могут возникнуть, если делать упущение в какой-нибудь из этих мер. Рабы Аллаха, тот, кто понимает шариат, тот строго придерживается его требований. Да, существуют трудности, но это испытание Аллаха и его постановление, и нам необходимо подчиняться словам Аллаха. Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни, и облегчать молодежи возможность вступать в никах и преодолевать трудности. Подчиняться велению Аллаха, чтобы в обществе распространилась чистота и целомудрие, чтобы общество было чистым, чтобы в нем не было безнравственности и домогательств. Домогательство уже достигло предела. Просим у Аллаха спасения, чтобы не было возможности для греха и детей, рожденных от греха. Клянусь Аллахом, шариат установил все это исключительно для нашей же пользы. О Аллах, мы просим Тебя наделить нас страхом перед Тобой тайно и явно и словом истины в гневе и довольстве, благими стремлениями в богатстве и бедности. Мы просим у Тебя нескончаемых милости и непрерывных радостей. Просим у Тебя довольства предопределением и хорошей жизни после смерти. Мы просим у Тебя, О Аллах, чтобы Ты оплатил наши долги, скрыл наши недостатки, обезопасил нас от страхов и скрыл нашу наготу. О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты помиловал умерших из нас и исцелил наших больных. О Аллах, прости нашим отцам и матерям, прости нам и нашим родителям и верующим в день расчета и сделай нашу страну спокойной и безопасной, а также остальные страны мусульман. О Аллах, сделай так, чтобы наши страны наполнились поминанием Тебя и спокойствием от Твоего шариата. О Аллах, обогати нас по своей милости и не сделай нас нуждающимся в каком-либо из Твоих рабов. О Господь миров, защити их от того вреда, который их постиг. О Самый Милостивый из Милостивых, о Слышащий, о Знающий, о безопасность в наших странах от зла и исправь наших имамов и правителей. О Великий, о Прощающий, причиствуй Господь от того, что Ему приписывают. Мир всем посланникам и хвала Аллаху, Господу миров. О Слышащий,